Смотрите, ребята, я начинаю делать слайд-треугольник с того, что я смотрю на соперника и обращаю внимание на то, как у него расположена спина. Если он будет слишком согнут, ведь, как обычно, он бывает, уходит удар бутерки, я не стараюсь делать этот прием, я вообще не думаю о нем, я продолжаю другую по-другому. Но если соперник уходит с выпрямленной спиной и с такой более-менее нормальной осанкой, короче, если он сильно вниз не согнут, то мы можем делать, например, смотрите, что я делаю. Смотрите, левой рукой я беру отворот, но я беру отворот так, чтобы не слишком высоко и не слишком низко, где-то посередине, где-то примерно на другим сопернику, левой рукой. Правой рукой я беру уже отворот чуть выше примерно, где его шея, то есть вот такой запас. Отсюда, после этого я прыгаю наискосок и вперед, а дергаю соперника наискосок и назад, то есть на себя. То есть раз, и толкаюсь я, когда прыгаю с левой ноги, левая рука, правая рука, прыгаю сюда, здесь держу вот такой захват. После этого все поклассить, держу его двумя руками за голову, смещаю таз, убираю ноги, закрываю хороший захват и доделываю. Но отрабатывать я его рекомендую маленький зубной позиции, мы будем сейчас делать его из закрытой левой ноги с коленой. Начинаем отсюда, здесь. Я делаю как будто бы ножницы и вставляю левую коленку к нему на живот, правую ногу убираю. Встаю на правую руку, убираю правую ногу, левую ногу. И в тот момент, когда я уже стою здесь, я беру правую руку, запрыгиваю на треугольник здесь. Закрываю и доделываю. Еще раз. Я здесь, беру левую руку, здесь захват, чуть пониже, на уровне шеи, а примерно на уровне груди. И поднимаюсь на локоть, вставляю левую коленку, как упор. За счет этого упора я могу разгрузить свой таз и убрать правую ногу. После того, как я встал вот в такое положение, я запрыгиваю на треугольник. Стрястил ноги, взял голодными руками, подкрутился, доделал. Еще раз. Я здесь, держу его левой рукой, встаю на правый локоть, разворачиваюсь на правый локоть, вставляю левую коленку, как упор. За счет этого упора я и правой руки, которая стоит мне на полу, убираю ноги назад, беру второй рукой захват выше левой руки уже, да? И здесь, отсюда, прыгаю и закрываю вот такой замок. Голову к себе, сместился, запрыгнул, доделал треугольник. Запрыгнул, да? Я здесь. Поставил руку, оттянул таз, ставил коленку. Вышел, запрыгнул. Так же, как со стойкой, то есть только пересечный прыжок. В стойке я встал, обратил внимание на спину. Спина ровная, все хорошо. Левой рукой на уровне груди, правой рукой на уровне шеи. Встаю, левой, правой. Запрыгнул, подтянул его к себе ногами. Могу взять себя за голень, поставить ногу, подкрутиться и доделать. То есть главное, на что нужно обращать внимание, в оффлайне треугольники со стойкой, это на его спину. Если у него спина стоит прям, хорошо, мы попробуем его сделать. Если он стоит слишком низко, то не будем этого делать. Сейчас отрабатываем этот треугольник с закрытого глянда спартера. Хорошо, с коленками.